Первые 117 значков ГТО сегодня были вручены учащимся муромских школ. В этом году Муром стал лидером по количеству участников, сдававших нормативы во Владимирской области. Трое учащихся даже заработали самые престижные значки. Золотые. С подробностями наш корреспондент. Право поднять флаг сегодня предоставили ученику 19-й школы. Девятиклассник Артем Жестков сдал нормы ГТО практически лучше всех в области. Золотые значки готов к труду и обороне сегодня получили и учащиеся гимназии номер 6 Даниил Коршиненников и ученица 7-й школы Анна Шуляк. Тройка лучших получила сертификаты из рук главы Кругумуром Евгения Рычкова и директора департамента по физкультуре и спорту области Алексея Сипача. Эти ребята с раннего детства занимаются спортом. Именно поэтому выполнить на отличный весь комплекс упражнений было несложно. Прыжки, растяжка, пресс, потягивание, плавание, стрельба. За честь школы выступил хорошо. И родителей как бы не опозорил. Нормы ГТО в этом году пытались выполнить около 3000 муромских школьников. Поэтому округ стал безоговорочным лидером по количеству участников, сдававших нормы во Владимирской области. Золотые, серебряные и бронзовые значки получили 117 школьников. Эксперимент по внедрению спорта в массы оказался удачным, считает глава округа Муром Евгений Рычков. Для развития массового спорта реализуется и проект главы округа Муром 5.10, в рамках которого в городе были установлены открытые спортивные площадки. Заниматься спортом на свежем воздухе могут и дети, и взрослые. Если для старшего поколения спорт – это прежде всего поддержка формы и здоровья, то для школьников это первый шаг к профессиональным вершинам. Знаковым событием в 2016 году в отрасли спорта станет проведение международного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в октябре месяце во Владимирской области. В рамках этого международного форума будет проходить финал регионального фестиваля ГТО, где я уверен, что многие из вас смогут принять участие и улучшить свои показатели. К тому же значок ГТО – это дополнительные баллы к поступлению в ряд вузов страны. Награжденные сегодня школьники в большинстве своем старшеклассники, поэтому воспользоваться этой привилегией смогут уже скоро. Ольга Хилешина, Александр Барсуков, Новости Муром.